Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События». Главное за неделю в Самаре расскажут наши корреспонденты и я, Андрей Горгуленко. Коротко о некоторых темах. Самарская область не продлила локдаун. Какие ограничительные меры при этом продолжают действовать в регионе, обсудили на заседании областного оперштаба. Сдадут до конца года. Глава Самары Елена Лапушкина проверила, как идет строительство новой школы и детских садов. Ключи от новых машин. Автопарк регионального ГИБДД пополнили 197 патрульных автомобилей. Зимняя резина подорожала на 15-20%, что сейчас происходит в шиномонтажных мастерских Самары. С каждым днем все краше. Город начали готовить к новогодним праздникам, где появится иллюминация. Подавляющее большинство регионов России вернулись к обычной жизни после режима нерабочих дней. Однако несколько областей – Новгородская, Курская, Смоленская, Томская и Челябинская – продлили вынужденные каникулы. В Самарском регионе режим нерабочих дней закончился с 8 ноября. Такое решение приняли на заседание областного оперштаба. Его провел губернатор Дмитрий Азаров. Какие учреждения открыли свои двери с понедельника и при каких условиях – расскажем в сюжете. С понедельника в Самарской области возобновляется работа театров и музеев при условии заполняемости не более 50%. Салонов красоты, станций техобслуживания, автомобиля, магазинов непродовольственных товаров, ресторанов и кафе без ограничения по заполняемости до 11 часов вечера. Услугами этих организаций могут воспользоваться те, у кого есть QR-код о вакцинации, справка о перенесенном заболевании, либо отрицательный ПЦР-тест. Непривитые жители Самары старше 60 лет должны соблюдать самоизоляцию. В продуктовые магазины площадью до 2000 квадратных метров, размещенные вне торговых центров, смогут попасть все желающие без предъявления QR-кодов. В торговые центры и крупные продовольственные, а также непродовольственные магазины с QR-кодом, справкой о перенесенном заболевании или ПЦР-тестом. Несовершеннолетние по-прежнему смогут посещать торговые центры только в сопровождении взрослых. Также с 8 ноября разрешается образовательный процесс, включая сферы дополнительного образования. Однако на каждой территории решения должны принимать муниципальные оперативные штабы. Учитывая обстановку, предлагаю рассмотреть решение о возможности обмены дистанционного образования для школьников. Учитывая, что снижение заболеваемости среди учащихся школ новой коронавирусной инфекции не отмечено, данная ограничительная мера, к сожалению, не показала свою эффективность. По словам министра здравоохранения Самарской области, Армена Беняна, нерабочие дни позволили заметно снизить нагрузку на систему здравоохранения. Увеличилось количество свободных коек, снизился расход кислорода. Среднее время доезда скорой помощи сократилось почти в два раза. И самое главное, на стационарном и амбулаторном этапе пациенты стали выздоравливать быстрее. Обеспеченность лекарственными препаратами сейчас хорошая, высокая, у нас нет дефицита. И все пациенты обеспечиваются как минимум в течение первых двух суток. Всего уже развернули 8472 койки практически во всех муниципальных образованиях и в центральных районных больницах. Также снизилось несколько, общее количество пациентов, которые сейчас находятся на койке. Это 6990, это где-то на 500 меньше, чем пиковые значения двухнедельной давности. Минувшая неделя, по данным Минздрава, стала рекордной по темпам вакцинации. Вакцинировалось более 100 тысяч жителей Самарской области. Пиковое значение – 19 тысяч вакцинированных в сутки. Армен Беняна отметил эффективность проведения единого дня вакцинации, когда в Самаре и Тольятти были организованы специальные прививочные пункты. Два дня у нас было. Может быть, нам надо было продлить это. Потому что два дня еще не все поняли. И сигнал не дошел ни от СМИ до всех, ни из рук в руки. Что называется, когда люди сами сделали и пошли рассказать. Может быть, нам надо было эту акцию сразу планировать, чуть-чуть подольше. Давайте проанализируем, как мы это провели в Самаре и в Тольятти. И определимся и по месту, и по срокам. Присутствующие на оперштабе пришли к выводу, что сейчас главное – соблюдение остающихся ограничений и выполнение санитарно-эпидемиологических требований, а также усиление контроля над их выполнением. Важно обеспечить администрирование и контроль принятых решений, связанных с доступом людей при предъявлении QR-кодов, справок о перенесенном заболевании или ПЦР-тестов. Сегодня такой формат становится привычным, поэтому нужно все процессы максимально отладить для удобства жителей. Чтобы сохранить здоровье в период холодов, да еще и в разгар пандемии, нужно применять функциональный целостный подход к заботе об организме. Для этого нужно совместить правильный рацион питания, распорядок дня, иммунизацию и психоэмоциональное состояние. Как помочь организму в преддверии зимы, расскажет Ольга Хомракулова. Уже в конце недели синоптики обещают снег в Самарском регионе, а значит, пора активно укреплять иммунитет. Не болеть зимой просто, считают эксперты. Главное – следовать правилам. Соблюдать режим сна, больше двигаться и одеваться по сезону. Но главным оружием для защиты иммунитета является вакцинация. После прививки иммунная система человека узнает врага в лицо и при реальной встрече с ним будет на чеку. А пока организм занят выработкой антител, стоит относиться к себе с большей заботой. Нет ничего лучше. Это хорошего здорового сна не менее 7-8 часов подряд в день. Свежий воздух, прогулки по свежему воздуху. Также необходимо правильное питание и прием поливитаминных комплексов. Медики советуют не перегружать организм тяжелой жирной пищей, такой как копчености, жирная свинина, жареные блюда, сладости и алкогольные напитки. Зимой врачи-диетологи рекомендуют включать в меню мед, цельнозерновые каши и сухофрукты – изюм, курагу, инжир, богатые магнием и калием. Мясоеды должны переключиться на мясо кролика, говядину или курицу. Особенно полезной будет морская рыба, богатая йодом, что также важно для щитовидной железы. Также к холодам важно укрепить кости и суставы. Стоит отказаться от таких вещей, как соль, уменьшить употребление и больше горячительных продуктов в плане, допустим, тушеная капуста, то, что добавляется куда куркума, то, что подогревает нашу температуру, так сказать, кроме верхней одежды, ну и повышает иммунитет кальций. Обязательно. Где он у нас питает? Это в молочных продуктах. Причем в увеличенном потреблении кальция усваивается больше витамин D. Обязательно тоже для нашего опорно-двигательной системы. Здоровому человеку, у которого нет никаких жалоб, этих простых правил будет достаточно. А вот людям в возрасте в зимний сезон стоит прибегнуть к лабораторным анализам и держать на контроле холестерин и уровень сахара в крови. Необходимо, соответственно, после консультации с врачом проконтролировать общий анализ крови с лейкоформулой. Нужно проконтролировать содержание лейкоцитов, лимфоцитов, моноцитов, которые, собственно, стоят на страже нашего здоровья. Кроме этого, уже в зависимости от сопутствующих заболеваний необходимо проконтролировать биохимические анализы, коаглограммы, но, опять же, это только после очной консультации с врачом. Важная составляющая здоровья – позитивный настрой. Доказано, если человек регулярно испытывает негативные эмоции, защитные функции организма будут снижаться. Поэтому учитесь справляться с поседневными стрессами, говорят эксперты. Среди эффективных способов – упражнения, медитация, йога, массаж и плавание. Ольга Хомракулова, Григорий Плешаков. События. Все работы идут по плану. Объекты будут сданы до конца этого года. Глава Самары, Елена Лапушкина, проверила, на каком этапе строительство детского сада на Ташкентской, школы на Пятой Просеке и дошкольного учреждения на Подшипниковой. Обо всем подробнее в нашем сюжете. Уже совсем скоро здесь будет тепло и уютно. В здании детского сада на Ташкентской завершены все внешние общестроительные работы. Полностью выполнен фасад, закрыт тепловой контур. Со дня на день батареи потеплеют. Параллельно ведутся работы по благоустройству прилегающей территории. Выполнена асфальтовая отмостка здания, установлен бордюрный камень, сделано щебеночное заполнение. В ближайшее время его зальют асфальтом. Дневные температуры это позволяют. Кроме того, завезены материалы для обустройства детских площадок. И уже на следующей неделе здесь появятся беседки. А весной в стенах нового помещения зазвучит детский смех. Внутри уже закончена предчистовая отделка. Все помещения полностью готовы к покраске и укладке гомогенного покрытия в детские группы. На всех местах общего пользования уже выполнена керамическая плитка. На лестнице, в коридорах, в санузлах и в пищеблоке. В школе на пятой просеке завершается устройство кровли. Активно ведутся внутренние работы. В блоках, где разместятся классы, красят стены, застилают полы, выкладывают плитку. Завершается работа по закрытию теплового контура. На двух блоках этой школы, которые у нас немного отставали по общестроительным работам, это актовый зал и спортивный зал, сейчас вошли в активную фазу внутренних отделочных работ по устройству полов, штукатурке стен. И уже на днях, благодаря витражным окнам, которые предусмотрены проектом, на стенах заиграют яркие блики. Витражи украсит и здание детского сада по адресу Подшипниковая, 27. Они уже доставлены. Внутренние работы также близятся к завершению. Внутри здания уже в части помещения выполнена в первом слое покраска и уложено гомогенное покрытие. Также полностью завершены работы по укладке керамической плитки во всех помещениях, где она должна быть. Сделаны все внутренние коммуникации. Все объекты возводятся в рамках национальных проектов демографии и образования и должны быть сданы до конца года. Виктория Шарая, Константин Головин, Василий Колдашов. События. 10 ноября в стране отметили День полиции. В честь праздника самарским инспекторам ДПС передали ключи от новых патрульных автомобилей. Какими моделями пополнился автопарк ГИБДД области и чем служебные машины отличаются от гражданских версий, расскажет Максим Магомедов. Автопарк региональной госавтоинспекции пополнили 197 новых патрульных машин. Начальник областного главка полиции Александр Винников в торжественной обстановке вручил ключи от автомобилей сотрудникам Самарского полка ДПС. Хочу поздравить вам с праздником, с днём сотрудников органов дел, поблагодарить за службу, чтобы вам удобно и комфортно работать и основное результативное. Обновление служебного транспорта произошло в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». За два предыдущих года автопарк ГИБДД пополнили 126 автомобилей «Шкода» и 4 внедорожника «УАЗ Патриот». Очень здорово, потому что мы укрепляем очень серьёзную материно-техническую базу всех подразделений ГИБДД Самарской области. Это, конечно, позволит сотрудникам ДПС на маршрутах патрулирования более качественно, более эффективно нести службу, предупреждать, пресекать, выявлять нарушения в области дорожного движения. Автомобили направят во все подразделения области, где они требуются. Старые, но ещё пригодные машины передадут в другие структуры, а те авто, срок у которых вышел, спишут. Срок службы новых патрульных машин составляет 5 лет или 200 тысяч километров пробега. Это современный автомобиль «Ладо Веста». На нём стоит установлен максимально возможный двигатель. Для этого автомобиля 1,8 максимальной мощности. От гражданского он отличается повышенным дорожным просветом. Полностью автомобиль укомплектован для несения дорожно-патрульной службы. Самарская область в лидерах по количеству обновляемого автопарка. За последние два года заменили 30% служебных машин во всех подразделениях Министерства внутренних дел. За три года службы в ГИБДД Александр Быстряков успел оценить несколько моделей патрульных автомобилей. Мы очень рады «Ладо Веста» на самом деле, потому что предыдущие были «Лада Гранта», «Лада Приора». Приходит смена новой автопатрульной машины с высоким клиренсом 203 мм, что очень важно для наших дорог. Потому что службу приходится нести не только по хорошему покрытию, но и в местностях, где песчаный грунт. Для фиксации правонарушений на автомобилях установлена камера кругового обзора. Также смонтирована камера внутри салона. Патрульные машины оборудованы современными светодиодными маяками. Благодаря применению новых материалов при нанесении цветографических схем на борт патрульного транспорта, он стал более заметным на дороге в темное время суток. Для комфортного несения службы зимой автомобили оснащены подогревом лобового стекла, сидений и руля. В багажнике есть отсеки, в которых хранится необходимое оборудование для оказания помощи пострадавшим в результате ДТП. Максим Магомедов, Максим Гусев. События. Самарские водители после локдауна начали активно переобувать авто. Работники шиномонтажных мастерских обслуживают более десятка машин в день. Также из-за большого количества желающих в шинных центрах наблюдается дефицит зимней резины. А цены на колеса выросли на 15%. С подробностями Никита Колосов. Автомобилист Александр Петров за рулем уже более 20 лет. Каждый год с наступлением холодов и первых заморозков спешит сменить летнюю резину на зимнюю. Говорит, что от этого зависит безопасность передвижения по заснеженным скользким дорогам. Зимы разные бывают. Суровые. Гололед на дорогах. Вот тебе и кузовные работы. А еще страшно. Человек пострадает. Горячая пора для работников шиномонтажных мастерских началась с первых дней после снятия локдауна. Во-первых, за две нерабочие недели возросло количество желающих сменить колеса. Во-вторых, начались ночные заморозки. А днем среднесуточная температура воздуха опустилась ниже плюс 10 градусов. Летняя резина начала отвердевать и терять свои цепки и свойства. Поэтому ездить на ней стало небезопасно. Перед всеми автовладельцами стал вопрос, какую резину лучше выбрать. Существует два вида зимних шин – фрикционные и шипованные. Обе имеют почти одинаковые свойства и сделают поездку в зимнее время года комфортной и безопасной. Отличия в основном – уровень шума колес, рассказывают эксперты. В этом году при выборе зимнего комплекта шин автовладельцы в первую очередь обратили внимание на поднятие цен. Нашей съемочной группе удалось узнать, в чем причина. В связи с увеличением цен на новый комплект зимней резины, во многих шиномонтажных мастерских предлагают услугу до шиповки резины. Но специалисты шинных центров и опытные автовладельцы знают, что такой способ небезопасен. Из-за неправильной формы шипов протектор шины может пойти волной и нарушить сцепление с дорогой. Таких шин не хватит даже на сезон. Никита Колосов, Максим Гусев, События. С каждым днем все краше. Самару начали готовить к Новому году. В этом году сотрудники Самара Горсвета заблаговременно приступили к монтажу праздничных иллюминаций. Кто превращает город в сказку и когда улицы озарятся сотнями тысяч огней, узнала Мария Левина. Он не Дед Мороз, но к праздничному настроению в прямом смысле прикладывает руку. Вот уже более 30 лет Михаил Кузьмин трудится электромонтером в Самара Горсвет. Последние 10 лет в преддверии новогодних праздников он вместе с коллегами украшает город, зажигает огни. В первую очередь работники муниципального предприятия монтируют светодиодные гирлянды на деревьях и устанавливают консоли на опоры освещения. С самого утра сегодня работа кипит в сквере на пересечении Новой вокзальной и Победы, где светящийся наряд требуется для 70 деревьев. Длина одной гирлянды 15-20 метров. На ствол, который предварительно опиливают, удаляя сухие ветки, в зависимости от его толщины, вешают от трех до семи таких гирлянд. На дно дерева у бригады уходит от 15 минут до получаса. Треть таких светодиодных гирлянд уже разместили на деревьях в разных районах Самары. Люди проходят, спрашивают, что праздник скоро, Новый год, ну да. Радуются люди. Сам едешь вечером или ночью на машине, душа радуется красиво. Добавляется с каждым годом, конечно. И площадь охватывается в Самаре все больше и больше. Красивых улиц. Знаете, у нас объектов сколько. Мы подготавливаем, но включать мы еще пока не будем. Впрочем, сразу после завершения монтажа на том или ином участке проводится тестовое включение, чтобы убедиться, что затем все будет работать без сбоев. Стартовала сборка каркаса и для самой большой светодинамической композиции, которая уже традиционно разместится на склоне у площади Славы. Верхний ярус собран. В грядущий четверг приступят к монтажу остальных каркасных деталей. Продолжается установка праздничных элементов на площади Революции на улице Куйбышева. Здесь иллюминация дополнит новые световые опоры. Их стало больше, поэтому предусмотрели закупку дополнительной партии консолей в виде диадем, идентичных уже имеющимся. Все украшения эргономичны и потребляют минимум электроэнергии. С каждым годом становится все больше и больше. В этом году еще купили очень много иллюминаций на всех общественных пространствах, которые в этом году были отремонтированы по комфортной городской среде, как в другой программе. В этом году здесь ставим иллюминацию на вертолетной площадке, на фабрике кухни. На вертолетке много разных иллюминаций. Там и шишки светящиеся, и подарочки. Новая иллюминация появится и рядом с Дворцом спорта. Здесь планируется разместить новую инсталляцию коньки. Также новые украшения сделают еще более привлекательным облик сквера Аксаковых, где будет сказочное световое дерево. Сквер о памяти борцов революции. Здесь планируется установить элеменционную фигуру в форме елки и в других общественных пространствах, которые преобразились благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Старые украшения тоже будут использовать при необходимости, предварительно отремонтировав. Сейчас восстановительные работы уже завершаются. В декабре все монтажные работы планируются завершить. И Самара загорится сотнями тысяч ярких огней. Мария Левина, Григорий Плешаков. События. Сохранить прическу под шапкой, не пересушить кончики и придать волосам блеск в голода – особый вид искусства. Холодный сезон часто становится испытанием для кожи головы и волос. Но эксперты заверяют, что есть много способов этого избежать. Как правильно ухаживать за волосами в осенне-зимний период, расскажет Ольга Хомракулова. Резкий контраст температур негативно сказывается на кровообращении кожи головы. Как следствие, выпадение волос или замедление их роста. Ветер и устойчивый минус за окном делают кутикулу волоса чувствительной к повреждениям. Появляется ломкость и отсутствие блеска. Поэтому осенью нужно запастись не только бальзамом для волос, но еще и маской. Причем пользоваться увлажняющей зимой не стоит. Влага на морозе кристаллизуется и повреждает волосы изнутри. Лучше отдать предпочтение маскам питательным. При выборе шампуня стоит обратить внимание на бессульфатный, который мягче очищает волосы. Минимизируйте использование утюжка и плоек. А если без них никак, не ставьте температуру выше 180 градусов. Желательно защищать волосы перед сушкой, наносить средства. Ну, конечно, масло обязательно на кончике. Волосы обязательно нужно досушить, прежде чем выйти на улицу. И желательно не выпускать их, особенно когда сильные морозы. Лаки и мусы лучше использовать средней фиксации. При носке свитеров и шапок обязательно использовать антистатические спреи для волос. Опрошенные телеканалом Самара ГИС эксперты считают, что в этом сезоне пользуются спросом косметические процедуры для волос. Сейчас бьюти-сфера предоставляет десятки эффективных процедур по уходу. Ламинирование, глазирование, экранирование, биоревитализация и мезотерапия. Но в лидерах остается незабвенная классика. Это ботокс и кератиновое выпрямление. Подбирается все это по типу волос. Кератин больше направлен на выпрямление, а ботокс на питание. Питает, увлажняет, закрывает кутикулу волос. За счет этого они не цепляются, не ломаются, и можно отрастить хорошую шевелюру. Здоровые и красивые волосы – это результат не только ухода, но и правильного питания. Ешьте продукты, богатые кальцием и железом, говорят медики. Эффективно защищает волосы от повышенной ломкости витамин А. Витамины группы В подарят волосам упругость и блеск. В плане питания все это будет влиять от иммунитета. Чем больше мы будем есть витаминов, тем больше будем есть минералов. И правильно кушать белки и жиры, в частности, больше жиров и углеводов, тем лучше будут выглядеть наши волосы. Никто не исключает питьевой режим. Питьевой режим должен также сохраняться. Не стоит пренебрегать шапкой и шарфом. Тем более, что они не мешают делать красивые прически. Для зимнего сезона отлично подойдут кудри и косички. Ольга Хомракулова, Григорий Плешаков, Константин Головин, Максим Гусев. События. В ноябре пианисты всего мира отмечают свой профессиональный праздник. Его установили по инициативе музыкальных сообществ для популяризации клавишного инструмента. Этот праздник появился всего несколько лет назад и еще не имеет официального статуса. Фортепианная музыка получила наибольшую популярность в XVIII веке, когда сформировался сам музыкальный инструмент, ставший логическим развитием своих предшественников – клавесина и клавикорда. О том, как выглядит современный пианист и почему важно получать классическое образование и работать с педагогом, расскажет Никита Колосов. Музыкант Павел Куприянов играет на фортепиано с 7 лет. Регулярно выступает на концертах сольно и с оркестром. Сам пишет музыкальные треки, поет и работает саунд-дизайнером. С помощью одного синтезатора и библиотеки звуков он может сыграть и прописать партию для любого инструмента – скрипки, трубы, гитары и даже барабанов. Для меня клавишный инструмент очень универсальный. Можно, ну вот любой звук, который есть, любого инструмента, его можно воссоздать как-то. Причем очень реалистично, потому что кто-то где-то там, какая-то компания, которая делает эти звуки, например, они берут там виолончелиста, и он записывает каждую ноту отдельно. Вот он сидит и записывает. А потом ты нажимаешь одну клавишу, и у тебя звучит эта нота, как будто это ты сыграл. Постановка рук, знание аккордов и гармонии. По мнению музыканта, сегодня всему этому можно научиться самостоятельно, благодаря интернету. Но этот путь не для каждого. Поэтому многие по-прежнему предпочитают заниматься в школе с преподавателем. Педагоги часто помогают раскрыть талант и привить любовь к музыке. Марина Калмыкова работает в детской школе искусств уже больше 10 лет. Она преподает вокал и игру на фортепиано. Тяга к музыке проявилась еще в детстве. В 5 лет Марина Усичева пыталась подбирать на черно-белых клавишах простые мелодии. После того, как родители заметили это, ее отдали в детскую школу искусств. Уже после окончания музыкального училища Марина снова вернулась в родную школу, но уже в качестве педагога. Признается, что в жизни у нее есть две любви – это музыка и дети. И все это соединилось в ее профессии. Что касаемо игры на фортепиано, тут включаются очень большие такие нейронные связи. Для мозга это очень как бы полезно. Вообще математика и музыка, они идут вместе. И музыка как раз она развивает то же самое полушарие, что и отвечает за математику. В плане психологии, психиатрии для детей – это просто вещь незаменимая. Для того, чтобы научиться играть на фортепиано профессионально, педагоги советуют заниматься только на классическом инструменте. Чтобы правильно тренировать свой слух и технику, важно ощущать вибрации, тембр и глубину звука. Но для создания новых, не похожих ни на что мелодий и ритмов, нужен уже синтезатор, который в соединении с компьютером становится медиклавиатурой. Никита Колосов, Максим Гусев, События. На этом наш выпуск завершен. Будьте здоровы. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова